Приветствую вас. Давайте мы начнем разбор вашего запроса с того, что определим вначале, почему именно полгода. То есть, почему речь идет о полгодичном сроке. Что-то произошло полгода назад, такого, что вас повергло в некое состояние нежелательное для себя. Или что-то вас травмировало, может быть, из-за чего вы так вот даже себя вести и позиционировать. Что изменилось, в общем, полгода назад для вас. Что стало по-другому? Дальше. Вы говорите о том, что не можете встретить нормального парня. Нормальный парень – это какой? По вашему мнению. По вашим расчетам, если угодно. Нормальный парень – это какой? Это кто? То есть, необходимы четкие достаточно критерии отбора. Если вы говорите именно о своем желательном образе человека, который вам необходим. На мой взгляд, если вы сможете ответить себе на вопрос, какой мне нужен парень, и почему, какой и почему мне нужен парень. Я полагаю, что проблем у вас будет меньше, и поведение, ваше поведение будет более таким, ну, более сознательным, на мой взгляд. Более сознательным будет ваше поведение. То есть, нужна четкая структура, четкое понимание того, какой мужчина вам нужен. Далее. Вы говорите о том, что мне, ну, которого я, так, сейчас, которого я могу влюбиться. Вы хотите влюбиться. А тут тоже, на мой взгляд, очень важный момент. Зачем? Для чего вы хотите влюбиться? То есть, вот, именно вы, какое значение влюбленности придаете в своем контексте? То есть, что она, что она, значит, для вас, влюбленности, именно влюбленности, для вас, что она, что она, что она, это тоже очень важный момент. То есть, какое желание вы преследуете, испытывая потребность влюбленности? Какое желание вы преследуете? Что за ним кроется, за этим желанием? Как вы это свое желание можете удовлетворить, ну, могли бы удовлетворить, да, по-другому? Ну, я уверен, что как-то вы могли бы это сделать, вот, потому что сейчас вы, на мой взгляд, ну, так, довольно зависимо. От возможного человека, который, ну, может присутствовать в вашей жизни, вот. То есть, вы именно зависимы можете быть от него. Любая зависимость, это не есть хорошо, и поэтому вам, вам необходимо, ну, вот, если вы хотите выстраивать отношения адекватно, правильно, хорошо, то нужно, чтобы вы не стремились именно к влюбленности, потому что это делает вас зависимым. И самое главное, вот, самое главное негативное, что дает эта зависимость, это то, что вы будете, как бы, чрезмерно нуждаться в человеке. А это не есть хорошо для вас, это не есть хорошо, и не есть правильный. Вот. И самое главное, что этот человек делает средством, именно средством для достижения ваших целей. Ну, то есть, вот, именно, именно в отношениях. Человек не чувствует, что вы воспринимаете его таким, какой он есть. Видите, в нем лишь средство, может быть, лишь способ достичь своих целей, что не является, опять же, чем-то хорошим и правильным именно для него. Ну, и для вас, в принципе, тоже. Вот. Поэтому, значит, первый момент, это, что произошло полгода, да, вот, ну, что было полгода назад, может быть, какие-то травматичные для вас события происходили полгода назад, вот. Ага, значит, это первое. Второе, какой нормальный мужчина, да, то есть, критерий. Критерий мужчины очень важен, потому что, ну, норма, это у каждого, у каждого по я нормах, вот. А, и последнее, это то, для чего вам хочется влюбиться. То есть, именно, вот, зачем, зачем вы к этому стремитесь, чего хотите добиться. Я полагаю, что это очень важные моменты, которые необходимо вам отмыслить, обдумать и, исходя из этого, уже делать какие-то выводы и корректировать свое поведение. Кроме того, кроме того, вы не задали вопрос, да, то есть, ну, вот, вы ситуацию описали, но вопроса не задали. То есть, непонятно, чего вам хочется от психологов, какой помощи, в чем вы хотите получить помощь. Мы можем помочь формировать, например, образ мужчины, да, с которым вам будет хорошо. Мы можем помочь вам определить, что произошло тогда, полгода назад. Мы можем помочь вам увидеть, для чего вы хотите влюбиться и корректировать свое поведение. Но вам, для этого, нужно сформулировать свой запрос, именно запрос на проблему. Без этого, все то, что я говорю, я, например, это просто, ну, как бы, гададо, это все гададо. Вот. Потому что, мало ли, может быть, может быть, вам это все и не нужно. Я же не знаю. Вот. Поэтому, постарайтесь подумать об этих моментах, они очень важны. Вот. И уже на основе этого, на основе этих аспектов мы сможем поработать с вами. То есть, возможно, вам захочется сделать еще один вопрос, где вы уже зададите, собственно, вопрос там. Вот. И вам можно будет помочь тогда. На этом все. Надеюсь, помог вам хоть немного. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.